С новыми технологиями в новый учебный год. В 23-й гимназии презентовали инновационную систему обучения в режиме онлайн. Вместо книг школьники теперь будут использовать так называемые электронные учебники. С подробностями Екатерина Амелина. Прошлый век, так теперь здесь говорят про обычные тетради и ручки. Этим детям они уже не нужны. Общество знания они изучают по новым электронным учебникам, ридерам. Так, ага, портал. Сенсорный экран, доступ в интернет, легкость в обращении. С экрана ридера можно читать любую книгу. Сегодня шестиклассники проходят японские хопку. Сегодня надо было найти информацию о степах. Нашли в библиотеке. Библиотека связана с интернетом. Когда не было этих, можно сказать, учебников, мы ходили с портфелями. Было очень тяжело. Министр Кузнецов вздыхает в его школьные годы, об электронных учебниках и не мечтали. Впрочем, такие пока только в одной Челябинской школе 23-й гимназии. С электронным учебником в этом году начинают работать только школы Челябинской области, Томска и Москва. Сейчас у нас информационный ресурс в Москве. Пока он только по курсу общества знаний. Они только для шестого класса. И вот Томск, Челябинск, и, кстати, у нас еще в Магнитогорске 53-я школа будет работать вместе с 23-й гимназией. И Москва, они будут иметь доступ к этому ресурсу. На следующий год, конечно, информационный ресурс будет более насыщенный. Кроме бумажных носителей информации, учебников, да, электронных, мне кажется, это детям значительно интересней, перспективней, да, и, мне кажется, и отдачи от этого больше. Кроме ридеров, в гимназии налажено и дистанционное обучение через веб-камеру. Справиться с ее настройками под силу любому ученику. В школе также организованы специальные курсы. Самые способные воспитанники конструируют роботов. И это, говорят преподаватели, еще не вершина прогресса. Что-нибудь новое в образовательном процессе появится и в следующем году.